Итак, по поводу оформления патента для работы в Москве и Московской области. Все, что требуется, это обратиться в ММЦ в Сахарова и подать документы. Пройти медкомиссию, вернее медицинское обследование, сдать знания русского языка первичные. Значит, что для этого потребуется? Внутренний паспорт Украины подходит идеально, потому что там требует перевода. Либо загранпаспорт, который нужно будет заранее перевезти. Потом миграционная карта с отметкой о пересечении границы. Отметка должна быть, что вы едете на работу. Квентация по плате за все услуги и отрывной талон миграционного учета, который выдается при регистрации по определенному адресу в городе Москве или Московской области. Никакие посредники, люди, которые вам могут помочь в получении этого патента, не допускаются, так как ММЦ это закрытая организация, в которую вы приходите и подаете вышеперечисленные документы в первичное окно первичного обращения. С вами работает специалист, он вам вешает специальный ярлык, такой браслет с QR-кодом, по которому вы будете дальше по турнике там проходить и сдавать те или определенные анализы, там, либо экзамены какие-то. На выходе из этого здания этот QR-браслет срезается охранникам, ну и как бы вы свободны. Подача документов происходит в два этапа. То есть первый раз вы идете, подаете, и после этого проходите сразу же все полностью здание, все этапы. Вот, вам будут подсказывать специалисты, куда, что. Потом второе посещение, это уже непосредственно, когда к вам придет оповещение в виде СМС, либо вы на сайте проверите, что ваш патент готов, вам надо будет приехать, его не забрать. Все. Единственное, что при последнем обращении, втором, вам надо будет проплатить первый месяц, ну или там несколько месяцев, вот, от чего будет зависеть ваше продление регистрации. Вот. Добраться до ММЦ Сахарова очень просто. Нужно приехать на метро Анина, вот, и на выходе сесть МЦ-1. Это такой специализированный автобус, который имеет две остановки. То есть он от метро Анина, едет прямо в ММЦ, заезжает, и там высаживает пассажиров. Ехали где-то полтора часа на этом автобусе. Это если пробки, а так, в принципе, добирается за час. Вот. И все. Никто из посторонних людей не сможет за вас сдать экзамен, никто не сможет там сдать кровь или еще что-то. Все это строго ограничено, запускается по одному человеку, сопровождающих с вами никого не пустят. Вот. Ножи, колечи режущие, там, огнестрельное оружие, там, травматическое оружие пронесить категорически запрещено. Даже маленький, там, перочинный ножик сантиметра полтора в длине с лезвием, вот, будет отобран охранником при входе, и его вам вернут уже на выходе, когда вы все сдадите. Вот. В принципе, если кто-то скажет, что вам там сможет сделать дешевле патент или там поможет сделать патент, это все просто выманивание, выуживание денег. Занимайтесь всем сами. Вот. Никто за вас сдать, пройти ничего не сможет. Ни единого пункта там сделать никто ничего не сможет. Помочь вам тем более. Спасибо. 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 Спасибо.